Как избежать кредитной ловушки и обрести финансовую свободу? Представьте, что прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, ваши долги растут, словно снежный ком. Вы боитесь, что завтра коллекторы будут звонить в дверь? Я знаю, кто это такой, мне тоже звонили коллекторы в дверь. А ваши близкие узнают о финансовых проблемах. А банк подаст на вас в суд. Вам знакомо это чувство вины и страха? Однако вы не один. Я Наталья Катряева, эксперт в списании долгов через банкротство, опытный арбитражный управляющий, вела и веду с командой моих юристов сотни банкротных дел по всей России. В этом видео я расскажу вам о том, как кредиторы, будь то банки, будь то микрофинансовые организации, обманывают, заставляя нас жить в постоянном страхе. Вы узнаете, как выбраться из долговой ямы и освободиться от кредитной зависимости. Этот выпуск поможет вам обрести финансовую свободу и вернуть уверенность в завтрашнем дне. Давайте начнем с неприятной правды. Кредиты – это ваша лень и зависимость от легких денег. Я сама была зависима от кредитов 10 лет назад. Банки предлагают вам взаимные средства с улыбкой, зная, что большинство из вас даже не читает условия кредитного договора. Вы когда-нибудь задумывались, почему кредитные карты предлагают беспроцентный период? Или якобы низкие процентные ставки? Банки используют ваши слабости, как магниты притягивают к себе железо. Они знают, что большинство людей не понимают, что такое эффективная процентная ставка или аннуитентный платеж. Вы подписываете договор, даже не подозревая, сколько на самом деле переплатите. Это как подписать контракт с дьяволом? Вот даже не побоюсь этого слова. Не читая мелкий шрифт, многие из вас подписывают кредитный договор. Да и зачем вам знать правду? Банки хотят, чтобы вы жили в иллюзии благополучия, покупая вещи, которые на самом деле не можете себе позволить. Они готовы дать вам деньги на отдых, новый автомобиль или модный гаджет. Но заплатить за это придется тройную и часто не только материальную стоимость. Миллионы людей попадают в долговую ловушку, не понимая вообще, как они там оказались. Я уже более двух тысяч россиян избавила от их долгов и знаю, о чем говорю. Они берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. И так продолжается бесконечно. Это как пытаться залить огонь бензину. Коллектора начинают звонить, банк требует выплаты. И вы становитесь заложником собственных финансовых решений. Поймите одну простую вещь. Кредиты – это наркотик, от которого очень сложно избавиться. Каждый месяц, когда вы оплачиваете очередной платеж и радуетесь новой рассрочке, вы укрепляете эту зависимость. Разорвите этот порочный круг. Осознайте, что свобода стоит больше, чем временное удовольствие. Теперь давайте прощаться с нашим якобы лучшим другом. Потребительский кредит – это иллюзия богатства, которая может обернуться кошмаром. Вспомните рекламу, которая обещает мгновенное счастье от новой покупки. Банки убеждают нас, что жить в кредит – это нормально. Разберемся, что на самом деле скрывается за этой практикой. Ведь банки заставляют нас верить, что роскошь доступна абсолютно каждому человеку. Я помню лично, свои первые кредиты брала на шубу и айфон. Но настоящая роскошь – это финансовая независимость. Кредит – это не ваш друг. Это может быть враг, который скрывается под маской благополучия. Давайте посмотрим правде в глаза. Потребительский кредит – это как билет в финансовую кабалу. Вы берете деньги у банка, чтобы купить якобы самую выгодную трендовую или статусную вещь, которая на самом деле вскоре может потерять актуальность. Но долг останется. Банки и рекламные компании делают все, чтобы вы чувствовали себя успешными, беря кредиты. Реальность же такова. Пока вы гонитесь за мнимым статусом, настоящая ценность ускользает из ваших рук. Подумайте, сколько раз вы видели людей, которые покупают вещи, чтобы впечатлить окружающим, но в итоге остаются с долгами и стрессом. Спросите себя, действительно ли стоит тратить года, выплачивая долги, ради минутного удовольствия. Вот почему кредиты на потребление – это всегда переплата. Это тот самый капкан, который заставляет нас забыть о здравом смысле. Жить в долг – не решение. Это начало финансовых проблем. Пора изменить свое отношение к деньгам и перестать жить в иллюзии, что любой кредит – это путь к лучшей жизни. Этакий способ себя порадовать. Это миф, который приводит к финансовому краху. Не обманывайтесь. Любой кредит – не только потребительский. Это переплата, которая лишает вас финансовой свободы и ваших же денег. Банки любят давать больше денег, чем вам нужно прямо сейчас. Хочу кредит на 30 тысяч, а мне одобряют 200. С чего это такая щедрость? Давайте теперь будем разговаривать о реальных цифрах. Знаете, сколько на самом деле переплачиваете вы по кредитам? Проценты, комиссии, дополнительные услуги, страховки – все это превращает вашу покупку в финансовую кабалу. Банки создают иллюзии комфорта, но в реальности вы платите не только за вещь, но и за привилегию ею владеть. А вот микрозаймы – это вообще отдельная тема. Здесь ставки настолько высоки, что они сопоставимы с грабежом, не побоюсь этого слова, при свете дня. Но люди все равно берут их, надеясь на быстрое решение своей проблемы. Пока вы выплачиваете кредит, вы упускаете возможность инвестировать в свое будущее. Каждый платеж – это не только ваш долг, но и утраченные возможности. Вы могли бы отложить эти деньги на что-то более значимое, на что-то, что действительно улучшило бы вашу жизнь, в долгосрочной перспективе. Вы бы могли отложить эти деньги на что-то более значимое, на то, о чем вы так долго и сильно мечтаете, и что действительно бы улучшило вашу жизнь. Если вам нужна консультация по вашему случаю, напишите мне или позвоните. Давайте обсудим вашу ситуацию лично. Контакты в описании к этому видео. А мы продолжаем. Финансовая зависимость от кредитов – это забег по кругу, который можете остановить только вы сами. Задумайтесь, действительно ли вы хотите продолжать этот бег, или вы готовы сделать шаг к свободе и независимости. Долговая яма – это реальность, в которую можно попасть, если не быть осторожным. Каждый день миллионы людей оказываются в этой долговой яме, не подозревая, что сами ее себе вырали. Как это происходит? Все начинается с отсутствия плана погашения кредита. Представьте, что вы взяли кредит, но не подумали, как будете его выплачивать. Без четкого плана вы уязвимы перед растущими процентами и, возможно, в будущем пении штрафами. Перекредитование – это тоже частый, но ложный выбор. Вы думаете, что сможете облегчить свою финансовую нагрузку, взяв новый кредит для погашения старого? Скорее только на самом деле вы загоните себя в еще большую кабалу и процента. Каждый новый кредит только увеличивает ваш долг. Просто подумайте об этом. Осознайте это. Инвестиции на заемные средства – еще одна рискованная игра. Если вы не уверены в своих финансовых знаниях, лучше вообще в нее не играть. Ох, сколько у меня клиентов, которые вложили кредитные деньги и проиграли их на онлайн-ставках, в онлайн-казино, на Форексе, вложили финансовые пирамиды. И сказки эти про кредитное плечо и кредиты богатых, истории успешного успеха – очень упрощенные варианты реальных инвестиционных схем, мошеннических схем. Если заниматься инвестициями вы не пробовали, велика вероятность потерять деньги, не успев их вернуть. И, наконец, не берите ради бога кредита на свое имя для других. Вы рискуете потерять все, включая доверие и финансовую стабильность. Будьте осторожны и всегда думайте на несколько шагов вперед. Чтобы избежать долговой ямы, достаточно проявить немного здравого смысла и осторожности. Не спешите брать кредит, не спешите подписывать кредитные договоры, если у вас нет уверенности в своей платежеспособности. Перед каждым финансовым решением задавайте себе вопрос, действительно ли оно оправдано и принесет ли вам пользу в долгосрочной перспективе. Поэтому, если у вас возникают вопросы о том, как правильно управлять своими финансовыми, находясь в долговой яме, вы всегда можете проконсультироваться со мной. Это бесплатно. Напишите мне или позвоните, контакты оставлю в описании. Несмотря на все риски, кредиты, конечно же, могут быть полезными. Если использовать их правильно, с умом. Давайте разберемся, в каких ситуациях кредит может стать вашим союзником, а не врагом. И это покупка жилья в ипотеку. Потому что аренда – это деньги на ветер. Вместо того, чтобы ежемесячно тратиться на съем, лучше вложить средства в покупку собственного жилья. Ипотека может стать разумным решением, если вы планируете долго жить в одном месте. В конечном итоге вы также станете владельцем недвижимости. Это стабильный вклад. Также можно вкладывать кредитные деньги в образование и профессиональное развитие. Кредит на обучение – это инвестиция в будущее. Получение новой квалификации или повышение навыков может существенно повысить вашу конкурентоспособность на рынке труда. Многие банки предлагают образовательные кредиты на выгодных условиях, что делает их привлекательным вариантом для тех, кто хочет прокачать свои карьерные перспективы, но не имеет на это средств. Следующее – неотложные медицинские расходы. Если нет других вариантов, кредиты могут помочь покрыть медицинские расходы, которые не терпят отлагательств. Кредиты могут спасти жизнь. В таком случае важно оценивать свои возможности и быть готовым к возврату долга. Наконец, кредит все-таки можно использовать для получения прибыли. Если вы собираетесь использовать кредитные средства для бизнеса или инвестиций, которые гарантированно принесут доход, и это тогда может быть оправданным шагом. Но еще раз напомню и подчеркну, что инвестировать нужно, понимая, куда и как вы инвестируете, а не доверять кому-то свои кровные деньги, а тем более кредитные. Главное – тщательно оценить риски и быть уверенным в успехе. Даже в этих ситуациях, даже когда кредитные деньги – это спасение, нужно тщательно взвесить все за и против, чтобы избежать ненужных рисков. Важно помнить, что кредиты – это инструмент, который может как помочь, так и навредить, в зависимости от того, как им вы лично будете пользоваться. Финансовая безопасность – это не просто слова, это стратегия, которая защищает вас от долгов. Как обезопасить себя от кредитов и не попасть в ловушку? Давайте разбираться. Первое. Установите запрет на кредиты. Если вы склонны к импульсивным решениям, воспользуйтесь возможностью установить запрет на оформление тех или иных кредитов в своей кредитной истории. Это простое и законодательно доступное действие поможет вам избежать ненужных долгов. Сделать это можно бесплатно через госуслуги. Второе. Анализируйте свою финансовую ситуацию. Прежде чем брать кредит, внимательно изучите свои финансы. Составьте бюджет, учитывая все доходы и расходы. Если у вас есть сомнения в своей способности выплачивать кредит, лучше от него отказаться. Третье. Изучайте условия кредитного договора. Никогда не подписывайте договор, не изучив его полностью. Обратите внимание на проценты, на комиссии, на страховки, на общую сумму переплаты по кредиту. Далее. Избегайте краткосрочных кредитов и микрозаймов. Микрозаймы и краткосрочные кредиты, якобы до зарплаты, могут показаться привлекательными, но их высокие ставки – процентные ставки, быстро могут превратить вашу жизнь в кабалу. Ищите альтернативные решения, чтобы не попасть в эту ловушку. Пятое. Планируйте наперед. Финансовый план – это ключ к безопасности. Определите свои цели и распределите средства так, чтобы достигнуть их без заемных денег. Создайте резервный фонд, то есть подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Финансовая грамотность и осознанное отношение к кредитам – это ключ к вашей свободе и стабильности. Главное – осознавать свою ответственность за все принятые финансовые решения. Кредиты – это инструмент, который требует внимательного и взвешенного подхода. Если у вас уже есть кредиты, работайте над их погашением. Планируйте расходы. Избегайте задержек и просрочек. Старайтесь выплатить долги досрочно, чтобы переплачивать меньше процентов. Жизнь в долг – это не путь к счастью. Я вот что хочу, чтобы вы понимали и осознавали. Стремление к статусным вещам и роскоши может привести к депрессии и к финансовым трудностям. У меня много таких клиентов с разных абсолютно уголков нашей страны. Вместо этого сосредоточьтесь на разумном потреблении и инвестировании в активы, которые принесут вам доход. Учитесь экономить и распределять средства с умом. Начните с малого. Снижайте ненужные траты, откладывайте деньги на крупные цели, и вы заметите, как постепенно ваш финансовый статус будет улучшаться. Ваша финансовая безопасность только в ваших руках. Чем больше вы знаете о своих финансах и чем внимательнее относитесь к своим расходам, тем легче вам будет управлять своей жизнью и достигать желаемых целей. Берегите свои деньги, инвестируйте в свое будущее и оставайтесь финансово грамотными. Ведь только так можно достичь настоящей свободы и уверенности в завтрашнем дне. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и вместе мы сделаем ваше финансовое восстановление успешным и безболезненным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok